Всем привет, это новости на АСДА ТВ. Ровно год назад власти Таджикистана в очередной раз применили силу против жителей Памира, убив несколько десятков человек. В 6 утра 18 мая МВД и ГКНБ начали так называемую антитеррористическую операцию в Рушанском районе в ответ на протест граждан и прикрытие дороги, ведущие из Душанбе в Харок. За два дня до этого в Хароке начались демонстрации, участники которой требовали отправить в отставку мэра города и главу ГБО, выпустить и прекратить преследование памирцев и наказать убийц памирца Гулбидина Зьотбекова. В ответ на справедливые требования власти применили силу. В результате разгона митинга десятки человек получили ранения, также погиб местный житель Замир Назаршоев. А уже спустя два дня в Рушанском районе началась этническая чистка. По подтвержденным данным, в ходе нее силовики убили около 40 человек, а были задержаны 200. Из-за угроз преследования тысячи людей с тех пор покинули свои дома. Эмумали Рахмон и его приспешники так и не ответили за свои действия. Мы бы говорили о целях и задачах митингующих, если это был бы запланированный митинг. Но, как мы знаем, этот митинг был стихийный, или же акция была вынужденная. И народ собрался после убийства 25 ноября 2021 года. Народ собрался после убийства Гульбидина Зьотбекова. И все началось с того самого дня. И потом, логически, это завершилось в мае, когда силовые структуры устроили массовую резню в Рушанском районе. И с какой целью вышел народ в мае? В мае народ вышел, потому что не были наказаны убийцы Гульбидина Зьотбекова, но параллельно, вместо этого, начались массовые репрессии против молодых людей в Хароге. И народ, не вытерпев, вышел на акцию протеста. В свою очередь, в Рушанском районе устроили провокацию. Именно этот нынешний председатель области через своих подставных лиц в Рушанском районе Хукумате, в лице, скажем, заместителя председателя района устроили провокацию. И народ сбудоражили народ, и народ в Рушане тоже вышел. Во-первых, были провоцированы. Во-вторых, эти силовые структуры собирались в Харог на... Устроили бы массовое разумение в Хароге. Рушанские молодые люди хотели как бы воспрепятствовать этому. Никогда они не собирались наказывать силовиков, которые совершили это преступление. Более того, они не считали и не считают это преступлением. Это у них была специальная операция по... Они даже признались в этом. Это у них была приманка для выявления, как они говорят, преступных группировок Харога и как бы обезвреживания этих преступных группировок. Под преступной... Организованной преступной группировкой они понимали практически весь народ. Потому что после массового убийства в Рушанском районе и убийства Мамад Булкира в Хароге, до сегодня мы видим, что, как оказывается, сильнейшее давление на гражданское общество Бадахшанское, и практически все, кто мог как-то отстоять свои и права других людей, сегодня находятся или под землей, или в тюрьме, или вынуждены бежать за рубеж. В Кыргызстане за наемничество был осужден 31-летний мужчина, который воевал в Украине на стороне России. Как сообщили в бишкекском суде, в июне 22-го года он в Москве вступил в один из вооруженных отрядов, так называемый ЛНР, с зарплатой 180 тысяч рублей в месяц. Мужчина участвовал в разведывательных операциях, занимался доставкой минометных установок и боеприпасов на фронт. В ноябре он вернулся в Москву, а затем пролетел в Бишкек, где и был задержан. В суде он рассказал, что подписал контракт ради получения российского гражданства. В оккупированном Луганске был 5 месяцев, но участия в боевых действиях не принимал. Брат обвиняемого, в свою очередь, заявил о давлении на него во время допроса. Несмотря на это, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам колонии. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит 500 миллионов долларов на строительство рагунской ГЭС. Об этом глава этого банка Сидзин Лицун сообщил на встрече с Иммали Рахмоном в Пекине. На этом более-менее хорошие новости на сегодня заканчиваются, потому что когда и на какие условия будут выделены средства, власти не сообщают. Напомним, строительство ГЭС началось еще во времена СССР, однако несколько раз было приостановлено и до сих пор полностью не завершено. Проект ГЭС давно подвергался критике из-за расположения в зоне высокой сейсмичности оползневых процессов, а также наличия под основанием плотинин тектонического разлома, заполненного каменной золью. Также проект ГЭС ранее резко критиковался руководством Узбекистана, опасающимся влияния строительства на реку Амударя, что может стать разрушителем для обеспечения водной и экологической безопасности страны. На этом все. Увидимся на просторах интернета.